Ну, не уходя далеко из тех мест, не всё же так, в общем-то, сурово-сурово-сурово, хотя, как бы, интересные там вещи происходят иногда. Я могу рассуждать на эту тему, потому что я за вот этих уже, даже диву даёшься, 3,5 года, даже, наверное, чуть-чуть больше, а, нет, 4,5. В конце сентября будет ровно 5 лет, как наша группировка там работает. Честно говоря, ну, не верил, что это всё затянется настолько, но, к сожалению, так. И сегодня там вообще, в общем, обстановка такая обострённая, и, ну, не знаю, может, я такой военный и ненормальный. Я иногда ночью дома просыпаюсь и нервничаю, ну, честно говоря, потому что очень много близких и знакомых мне людей там находятся. Я 15 концертов там дал за эти годы, и самые большие впечатления были именно после крайней поездки. Вот. Ну, собственно говоря, по этому поводу следующая песня, как это у нас пишут в кинофильмах. Основана на реальных событиях. Все фамилии, события и персонажи имеют совершенно случайное сходство. Возможно, упоминание употребления спиртных напитков и демонстрация курения табачных изделий. Ну, короче, 18+. Песня называется «Неотправленное письмо» или «Маша-2» эпиграф взвесившего фильма. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, как будто наш кот Васька на завалинке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываю. Солнышко здесь такое, а в глазах белое. Еще хочу сообщить вам, дизлокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности согласия. Идем себе по пескам, я ни о чем не вздыхаю. Так что вам зазря убиваться не советую, напрасно это занять. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца. И как товарищ Сухов в белом солнце, Пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце в белой пустыне. Живем спокойно, иногда летаем. А так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни. И солнце Маша белое в пустыне. Как лагерь пионерский. Распорядок. Кино, концерты, всякие артисты. Уютно здесь, спокойно, все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я не не, хоть обозваться. Медсестры Маша могут здесь пороже. Отряд их медицинский огорожен. И те же не обманываю, братцы. Забор такой, чтоб к ним не подобраться. Па-па-па-па-па-па-пам-парам-парапапа. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут, Маша, бармалеи. И так не спим, а эти, блин, злодеи. Игрушки запускают к нам ночами. Со всякими опасными вещами. Жаль ночью поднимают. Вот досада. Когда кому-то станет слишком жарко. Когда нам срочно грузятся подарки. И мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то вышли ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают. Построят, пошумят, повоспитают. И дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки с заданей. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов напел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в итаре. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заберли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты. Но был певец, освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО. По полной все, по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили. И значит, он еще споет когда-то. Ну, а пока нам вновь лететь куда-то. Одну команду дать войне. Отставить. Налить борща, выпить чарку водки. И на закуску эй, с лучком селедки. И песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе. Привет, моя любовь, родная Маша. И как товарищ Сухов в белом солнце Пишу тебе в уме о жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша. Интересно даже, что мне некоторые в интернете написали А могут из-за этой песни быть проблемы. Однажды, среди вот этих моих полетов туда и выступлений Я выступаю перед летчиками И прилетаю я И встречает, естественно, меня вообще Мой очень-очень близкий друг. Он где-то здесь находится. Вот. И он меня возит Будучи там серьезной относительной должностью По стоянкам летным Я выступаю на аэродроме Приезжает, вернее, какой-то майор А почему? Что вы здесь делаете? Вы должны там выступать перед моряками На военно-морской базе Тортуз там У меня нет песни «Я моряк» У меня есть песня «Я летчик» Вот. У вас будут проблемы Ну, вот Мой близкий друг Сережа, я скажу, что здесь, да Сергей Соков Его все равно все знают Комментирует Макс И сегодня мы уже не в Кубинке А в более там других краях Более западных Вот Вас сюда больше не пустят Я говорю, да это Командующий об этом сказал Ну, командующий Может и сказал Меня сюда все равно привезут И так дальше и было Меня туда возили и возили Вот Хотя, конечно, вот Крайний раз Вот о чем эта песня Я сказал, все, ребята Мне хватит Я сюда больше не прилечу Меня очень здорово Там встречали авиаторы И вот Ну, такая действительно была ситуация Более чем странная и непонятная Ну, вот уже прошло В определенное время Я думаю Так, пора Не, ну, действительно Там просто вот Ну Работают Работают те, кого надо поддерживать Потому что они делают большую работу Это не высокие слова Это опасная работа Особенно сегодня Если кто-то видел в интернете Пускали по ЗРК Там после 24-го Который на низкой высоте шел И уходил от этой ракеты Если кто-то знает